всех приветствую уважаемые зрители мы находимся примерно в 140 километрах от нижнего новгорода на границе городецкого и сокольского районов и сейчас я направляюсь в две заброшенные деревни одна деревня находится в городецком районе а другая в сокольском и расстояние между ними всего 100 метров любопытно да проехать туда у меня не получится ввиду наличие плохой дороги смотрите здесь все как можно проехать только лишь на ниве или на более крупной машине дует сильный ветер но в целом погода меня продолжает радовать смотрите здесь кругом одни поля здесь также засеянные зимы поля просто бескрайние и окружены они со всех сторон лесами примерно полтора километра предстоит пройти вот по такой грунтовке конечно в дождь здесь все размоет и на легковой машине сюда точно не проехать просто вот такой зеленый ковер на поле так радует глаз смотрите вот знаменитый кавернинский камень который также встречается и на краю городецкого района бескрайние просто просторы тем временем поле закончилось я вошел в какой-то перелесок стоит ли говорить что здесь гробовая тишина полтора километра от трассы здесь смотрите здесь находится какой-то небольшой мостик если здесь река или нет может быть реки нет но какое-то просто заболоченное место смотрите пруд это или что ну и дальше меня ждет просто какая-то адская трясина вот какая дорога здесь даже него возможно не проедет ну по крайней мере пешком можно преодолеть и не такие дороги первую деревню которую мы с вами посетим это деревне быково и именно на этой деревне происходит обрыв записей на картах александра ивановича мэнда 1850 года дальше уже карты просто нет и нам предстоит пройти еще одно небольшое поле и дальше уже должна быть эта деревня появляется деревня быково ну а точнее то что от него осталось вот такие вот дома призраки наверняка это было очень старинные деревни ну и могу предположить что заброшена она была скорее всего в начале 90-х годов тем не менее я стараюсь ее обойти всю и возможно будут дома в более лучшем сохране ну а пока начало не очень радует точнее даже сказать очень не радует вот такой покосившийся двор остатки какого-то строительного месора смотрите какой дом такой мрачный думаю что внутри дома вряд ли там что-то интересное осталось можем обратить внимание вот на такие резные узоры которые никогда украшали этот дом смотрите вот кто-то кирпич положил красный между раундами тем не менее можно заметить занавеску даже еще смотрите какая свежая табличка шестой дом шестой дом деревни быково ну а дом то в принципе неплохой ну конечно когда дома забрасывают надолго они начинают быстро разрушаться все таки не удержусь и войду в избу посмотрим с вами что тут не осталось двор вообще как после бомбежки доски очень гнилые да смотрите здесь все заброшено очень давно уже плесень он на полу так двор смотрите кто-то повесил свое пальто чуть не на крышу сейчас они зловещего покачивается а вот как выглядела изба вот там направо была кухня здесь располагалась печь но печь вообще разрушены до основания и через это отверстие попадает влага и кирпич уже не то что размок он вообще превратился в глину да когда-то неплохой домик смотрите какой стол вот это была кухня смотрите что от нее осталось пустые банки куча крышек нашел какую-то старую черно-белую фотографию но изображение до того стирал что еле просматриваются какие-то дети и вот еще одна фотография на которой запечатлены бойцы красной армии но не могу их точно идентифицировать какие-то года возможно какие-нибудь шестидесятые и вот я нашел кусочек газеты и по ней можно определить какого года она выпуска 7 октября 2005 года 16 лет чайник обломки от холодильника в общем примерно лет 15 этот дом точно заброшен можно что от него осталось да этот дом был закрыт но вот смотрите замок выдернули погода здесь конечно хорошая но эти полуразрушенные дома производят конечно удручающее впечатление от некогда бывший в жилой деревне идем дальше в поиске домов пока что-то я их не наблюдаю огромные лиственницы здесь растет явно ее кто-то посадил рукотворно помню что в деревне михайлова видел примерно такого же размера дальше сквозь заросли пробивается дом дом номер 7 седьмой дом он выглядит кстати очень неплохо ну а табличка так вообще свежая как будто бы вчера кто-то приколотил вот это да смотрите какая табличка не могу вам ее не показать вот такая свежайшая табличка ну надо же вообще здесь лежит зонтик окна все на месте здравствуйте тут есть кто-нибудь нет хозяева нет никто не откликается видно что электричество здесь давно обрезана попробуем без приглашения войти в эту избу осталось только найти вход вот может быть со двора придется да здесь конечно немножечко все заросло вот он двор войти конечно можно но соблюдая чрезвычайную осторожность конечно вот войти сюда очень сложно пол разобран я вижу детскую игрушку какая-то машинка была и дальше идет у нас дверь в избу ничего интересного я думаю мы с вами тут не увидим но тем не менее видно что печка разрушена висит какое-то белье сушится дальше шкаф стоит стол на нем наверно уже мусор лежит раньше когда-то были хорошие вещи да это вот тетрадь или дневник тетрадь записи конечно еле читаются здесь здесь когда-то стояла икона это было зеркало дальше была кухня типичная планировка но все в ужасном состоянии покидаем этот дом и идем дальше сейчас здесь все заросло просто капитально конечно не борщевиком который я встречаю в некоторых деревнях но здесь просто растет кустарник зачастую непроходимый скорее всего периодически здесь кто-то ходит может быть черные копатели или еще кто вот смотрите следующий дом превращен в руины новой таблички здесь нет дальше мы видим дом похож на живой кстати говоря выглядит очень опрятно протоптана тропинка смотрите ну все просто вообще в идеале рядом растет лиственница такое ощущение что здесь совсем недавно косили и вот там у нас небольшой огородик явно за ним ухаживают и дальше мы видим баню да видимо кто-то здесь живет что ли вот это неожиданно я думал что деревня заброшенная тут вот один дом просто в идеальном сохране может быть может быть какой-то отшельник тут живет или кто еле заметный тропинка туда ведет дом номер 4 то есть деревня фактически заканчивается четвертый дом это ж надо жилой дом среди руин явно он обитаемым немножко жутковато конечно рукомойник электрические столбы идут дальше и мы идем в том направлении да я прям очень сильно удивился что в такой уже давно заброшенной деревне где полно гнилых домов стоит жилой дом но правда никого там нет никто не подавал признаки жизни огромное дерево здесь растет еле заметные тропинки протоптаны ходят здесь но крайне редко вот это да дальше мы видим перед дом лужайку и здесь явно трава скошена дом тоже жилой скорее всего смотрите как он выглядит дом в окружении лесов и заброшенных домов жутко наверно здесь ночью как вы думаете да электричество есть кто здесь живет во втором доме табличка табличка кстати довольно свежая табличка кстати довольно свежая я ни капли не жалею что проделал такой большой путь по полю но а а следующий дом полностью разрушен Извиняюсь, что снимаю против солнца, но у меня нет времени, чтобы обходить деревню с другой стороны. Развалившийся дом, это дом номер три. Обратите внимание, опять свежая табличка. И последний дом, очень жилой, очень добротный, с новой крышей. Третий жилой дом из двух десятков возможных. Имеет он номер один, ничего здесь конечно не растет. За этим заборчиком установлены решетки, какие мощные электрические провода. Вот это да, первый дом. И обратите внимание, нет я не этот крест хотел показать, а вот этот огород огромный. Порядка десяти соток наверное. Там установлены по-моему ульи. Да, ульи. И видимо здесь живет пчеловод. Чуть больше десятка ульев. Все, облагорожено. Интересно, как они сюда добираются. На каком транспорте. Красиво, правда? Дом номер один. Красавец. И главное, очень неожиданно было увидеть среди такой разрухи несколько жилых домов. И дальше в сторону поля можно наблюдать несколько необычных явлений для этих мест. А именно телефон. Смотрите, телефон. Обалдеть. Телефон в лесу. Попробуем наладить связь. Россвязь. Ну-ка. Есть тут кто? Алло. Да, вы знаете, на связи-то и нет. Это телефон просто муляж. К сожалению. Позвонить не удастся. Ну а деревня находится в окружении перелесков и обрабатываемых полей. Ну как сюда заезжать? Возможно, есть какие-то дороги, которые знают местные. Но я проехать точно не смог. Спасибо вам за просмотр, что оставались со мной. Я думаю, вы тоже очень удивились, увидев эти несколько домов в такой, казалось бы, полностью заброшенной деревне. Но нет, кто-то здесь живет. А я отправляюсь в соседнюю деревню Пестряково. И ждите видео. Я думаю, она должна быть примерно в таком же состоянии.